часто приходится слышать от персональных тренеров нутрициологов ну вот такую историю вы берете нового клиента тренер начинает тренировать нутрициолог нутрициологировать а клиент не худеет и тренер нутрициолог задает вопрос а почему вы не худеете и клиент или клиентка отвечает у меня наверно кость тяжелая под этим выражением подразумевается не буквально кость тяжелая а то что эта манипуляция которую вы назначили не работает потому что у меня или у клиента такой набор генов которые особенные и не реагируют на ваши вмешательства неопытный нутрициолог и тренер который не подписан на канал веселая наука насмехается и даже вот эта пословица ходит по полям фитнес индустрии как некое ну как бы некая да некий миф если вы даже загуглить и увидите миф о тяжелой кости а в кавычках правильно понимать о генах и понятно что выходит мета анализ по данной теме вообще представляете собрались российские ученые поляки и англичане чтобы совместно провести мета анализ и так усаживается поудобнее времени у нас как всегда мало вперед-перед к знаниям физические упражнения и диета начинают авторы систематического обзора являются хорошо известными и эффективными методами сжигания жира и улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы однако внимание разные люди часто по-разному реагируют на один и тот же режим тренировок или план питания в то время как отдельные люди могут подвергнуться значительной потери жира другие могут наблюдать лишь ограниченный эффект широкий диапазон меж индивидуальных различий в увеличении веса изменениях в составе тела вызванных физическими упражнениями диетами привел к исследованию генетических факторов которые могут способствовать индивидуальным различиям в таких реакций этот систематический обзор был направлен на выявление генетических маркеров и так обработали литературу выявили эти маркеры и с этими маркерами ознакомьтесь самостоятельно генетических маркеров и так обработали литературу выявили эти маркеры и так обработали литературу выявили эти маркерами после выявления маркеров авторы систематического обзора сделали выводы представленный здесь подход внимание выявил 30 генетических маркеров связанных с эффективностью сжигания жира в ответ на диетические вмешательства и 24 маркера в ответ на физическую активность на основании этого были представлены фенотипы бережливые расточительный описаны их предикаты это ответ на переедание на холод и вот даже интересно посмотрите энергосберегающий метаболизм значит и для повышения эффективности склонность к быстрому накоплению жировой ткани адипогенной но разные классификации есть способность замедлять или даже выключать второстепенные процессы склонность поспешно проглатывать доступную пищу склонность к малоподвижному образу жизни чтобы экономить и сохранять энергию лень и поведенческие адаптации которые могут даже привести к эгоистичному накоплению чтобы гарантировать выживание то есть эти гены формировались миллионы лет и естественно и вы видите описаны они найдены они и соответственно с этим нужно научиться работать что же получается под выражением кость тяжелая подразумевается набор генов которые либо хорошо реагирует на вмешательство ваше питание диеты да диета война да или перекусы упражнений или плохо и вот это выражение подразумевает что это разные фенотипы поэтому уважаемые тренеры и соответственно трициологи когда вы произносите выражение кость тяжелая то насмехаться нужно над вами а не над клиентами и работать нужно с клиентами по науке для этого фенотипа этот подход а для другого другой а какие подходы учитесь подписывайтесь на канал до приходить к нам в лице учиться к нам в русск цулифк учиться и там мы научим как работать с каждым подходом если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал и втыкать колокольчик воткни колокольчик подписчик канала веселая наука ведь у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные фильмы все пока пока а